здравствуйте в этом видео я расскажу о том как делала миниатюрного кита из шарика от дезодоранта взяла использованный шариковый дезодорант и освободила шарик который помыла горячей водой с мылом для изготовления петельки для подвешивания взяла тонкую проволоку и скрутила вдвое шарик проколола шилом и вклеила в него петельку хвостики изготовила из кулинарной фольги которую сложила в несколько раз и сформировала уголок работать с фольгой очень удобно из нее можно лепить практически как из пластилина лишнюю часть отрезала карандашом наметила место и приклеила хвостик на термопистолет на тонком картоне нарисовала хвостовой плавник и вырезала его кончик хвостика расплющила при помощи плоскогубцев потом слегка подрезала края и приклеила плавник затем сложила фольгу в несколько раз и сформировала два небольших плавничка которые приклеила на термопистолет сформировала из фольги еще одну маленькую деталь при помощи которой сделала плавный переход между телом и хвостом вот такой кит у меня получился обклеила всю заготовку бумажными салфетками используя клей pva после чего заготовку просушила и добавила недостающий объем на торцы хвоста скрутив жгутики из салфетки и приклеив их а также добавила плавности переходу между хвостом и туловищем после того как игрушка полностью высохла добавила разделительную линию между верхней и нижней частью далее приступила к окрашиванию предлагаю два варианта окрашивания кита первый вариант очень простой аналогично тому как я покрасила снегиря в одном из предыдущих видео ссылка на снегиря в описании к этому ролику в этом случае нужно покрыть животик кита серой краской а спинку синей после чего взять практически сухую кисть с серой краской и слегка касаясь пройтись по поверхности затем то же самое повторить с золотой краской второй вариант более сложный и интересный я рассмотрю подробно для начала смешала акриловую краску синего желтого и белого цвета полученным голубым цветом окрасила спинку кита затем в ту же краску добавила еще немного синего цвета и затенила хвост и макушку в районе петельки а также кончики плавников вот такие границы затенения у меня получились теперь в первоначальный голубой цвет добавила немного белого и убрав излишки с кисти слегка высветлила область над верхней губой вокруг глаз и верхнюю часть плавников той же краской и все так же убрав излишки с кисти нарисовала большие и маленькие пятнышки на спине границы пятнышек растушевала более светлой краской некоторые пятнышки слегка выделила простым карандашом наметила область вокруг глаз и закрасила ее темной краской стараясь границу делать как можно более размытой смешала теплый серый цвет из белой и небольшого количества черной и желтой краски и окрасила им животик кита черную краску сильно разбавила водой и этой краской нарисовала линию вдоль края серого цвета затем кисть промыла и чистой водой растушевала границу коричневой краской нарисовала ротик белой краской убрав излишки с кисти высветлила серединку живота белой краской нарисовала глаза черный зрачок а потом маленькие белые блики затем взяла сильно разбавленную черную краску и затенила область вокруг глаз которую растушевала так глаза стали более выразительными взяла теплый серый цвет которым окрашивала животик и практически сухой кистью кое-где выделила детали штуку и Убрала излишки с кисти и также прошлась по телу кита. Мой кит готов. Теперь он дополнит мою коллекцию игрушек из шариков от дезодорантов. Ранее я уже сделала снегиря, сову и героя мультфильма Бонифаци. Но у меня еще много идей в этом направлении, так что следите за моими будущими видео. Хотела сказать пару слов о том, как я сохраняю краски для следующих этапов, а также для того, чтобы исправить маленькие недочеты, которые всегда возникают в процессе работы. Я просто беру палитру с красками, которая на данном этапе уже не требуется, капаю в нее чуть-чуть воды и накрываю полиэтиленовым пакетом. Желаю вам творческих успехов! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok